Всем привет любителям трансформеров! Сегодня у нас очередная вся правда о трансформерах. Поговорим о рэкерах. Думаю, многим они интересны, так как они сильные, никогда не сдадутся и будут биться до последней капли энергона. Возьмём четырёх рэкеров, а именно Топспина, Ротбастера, Ледфуда и, конечно же, Уилджика. Да, в фильме он также был, но его ещё иначе зовут Кью. Рэкер ли он или нет, узнаем сегодня. Но он учёный, который разрабатывал оружие сладненько. Давайте приступим и начнём, пожалуй, с Топспина. Технические характеристики. Топспин вооружён двумя клешнями, со встроенными в них огнемётами. При необходимости они могут трансформироваться в бластеры, стреляющие ртутными капсулами. Трансформируют в синий гоночный автомобиль Chevrolet Impala. Личность и черты характера. Топспин является членом отряда Рэкер. Но если про его товарищи Ледфуда и Ротбастера можно сказать, что они в первую очередь всё-таки инженеры, то Топспин воин до самых мельчайших шестерёнок. Он помогает остальным Рэкерам с работой и ремонтом, но делает это не слишком охотно. Он с нетерпением ждёт следующего боя. При этом, если после этого боя у него не будет новых вмятин и содранной краски, то это его разочаровывает. Для него порвеждённая и оплавленная броня является символами того, что жизнь бьёт ключом. Топспин очень гордится тем, что он такой крутой автобот. И более чем счастлив иметь шрамы, которые это подтверждают. Ну и время биографии. Начнём с третьего фильма. Трансформер 3. Тёмная сторона Луны. Топспин прибыл на Землю в составе отряда Рэкеров вместе с Ротбастером и Ледфудом. Большую часть свободного времени он проводил за починкой космического корабля и созданием нового оружия для автоботов. Во время конфликта с Сентенелем Праймом автоботы покинули планету по требованию десептиконов на космическом корабле Рэкеров. Позже корабль был уничтожен Старскримом, но автоботы успели спастись в грузовом отсеке и приводнились в Атлантическом океане. Позже Рэкеры принимают участие в уличных боях в Чикаго и помогают Оптимусу Прайму соединиться с его трейлером, чтобы тот смог сразиться с Шоквейвом. Ледфуд Топспин и Ротбастеры прикрывали Оптимуса во время его финального сражения с Мегатроном и Сентенелем. Также могу добавить, он был в фильме Трансформеры 5. Последний рыцарь. Хм, я понимаю, что это, наверное, он, но как-то слегка изменился. А именно его голова. Да и сам по себе он тоже слегка не так выглядит. Давайте всё поподробнее. Топспин укрылся на кубе, который оказался единственной стороной в мире, позволившей Трансформерам остаться. Там он жил в своё удовольствие и играл в волейбол с Симонсом и его друзьями. Он присутствовал при телефонном разговоре бывшего агента и Эдмунда. То и дело напоминает товарищу про игру. Получается, это он. Но зачем было менять ему голову? Или решил слегка преобразиться? Ладно. Получается, Топспин жив. Хм, и если это так, то, возможно, его мы сможем увидеть в других фильмах. Может, даже просто и забудут про него. А голос его озвучил в пятом фильме Стивен Барр. Ну и, наконец, его фигурки. Ну что ж, одного рэкера мы раскрыли. Настало время другого. И это Раудбастер. Приготовимся и погнали. Технические характеристики. Раудбастера избрали лидером рэкеров не только из-за высокого уровня интеллекта и силы воли, но и потому, что он обладает огромной физической силой и выносливостью. Он голыми руками может разорвать любого десептикона, а потом бежать несколько часов от погони. Раудбастер вооружен двумя дальнобойными ракетницами. В ближнем бою предпочитает использовать стальную бензопилу, способную разрезать на части любую намеченную цель. На земле Раудбастер принял альтернативный режим гоночного автомобиля Chevrolet Impala, а также говорит с шотландским акцентом. Личность и черты характера. Если Раудбастер не устраивает очередную терепку десептикона вместе со своими товарищами-рэкерами, то существует не так уж много мест, где его можно обнаружить. Он проводит большую часть времени либо в мастерской, либо принимая участие в различных спортивных гонках, развивая там предельную скорость и проверяя таким образом свою выносливость и скорость реакции. Правда, рэкеров не так уж часто выпускают с базы НАСА, поскольку они уже успели продемонстрировать свой безбашенный характер. Раудбастер не гений, не любитель поговорить, но за что бы он ни взялся, его сила воли, упорство и цепкость позволяют ему довести дело до конца. Ну и теперь биография. Она слегка похожа как Ютоп Спина, но думаю слегка отличается. В 2011 году Раудбастер прибыл на землю во главе отряда рэкеров. Большую часть времени Раудбастер проводил в мастерской, ремонтируя свой космический корабль. Он очень редко погибал территорию базы НАСА из-за плохих отношений с командующими людьми. После пробуждения Сентелла Прама, десептиконы потребовали, чтобы все автоботы, включая Раудбастера, покинули землю. На подчиненном рэкерами космическом корабле автоботы улетают с планеты. В это время Старским по приказу Мегатрона обстреливает и уничтожает звездолет. Собота, однако, не погибли, а только инсценировали свою смерть, после чего возвращаются на землю и принимают участие в уличных боях против десептиконов. Позже рэкеры помогают Оптимусу Прайму соединиться с его трейлером, чтобы тот смог сразиться с Шоквелл и его дриллером. Затем Раудбастер, Топсмена, а также Лэдфуд прикрывали Оптимусу в решающем поединке между ним и Сентеллом Праймом. Вместе с другими рэкерами Раудбастер пережил битву в Чикаго. Его озвучил Рон Ботитто. И можем теперь рассмотреть его фигурки. Два рэкера раскрыты. Остался последний из тройки. А именно пузатый красненький трансформер, которого зовут Лэдфуд. Давайте узнаем о нем всю правду. Технические характеристики. Лэдфуд малоподвижный автобот. Всю свою жизнь провел в инженерном кресле. У него нет особых физических данных. Но этот недостаток он компенсирует с созданным им же супероружием. На земле Лэдфуд трансформируется в гоночный автомобиль Chevrolet Impala, как и его друзья. Личность и черты характера. Лэдфуд специализируется на разработке нового и более мощного оружия, используя при этом различные инженерные ноу-хау. Поэтому неудивительно, что он завел тесную дружбу с Айренхайдом, главным экспертом автоботов по оружию. То, как эти двое подстригают друг друга, строить все более и более мощные пушки вызывает серьезные опасения у других автоботов. Они побаиваются, что одним прекрасным утром обнаружат дымящийся кратер на месте оружейной мастерской. Стоит отметить, что Лэдфуд не только великолепный инженер, но и бесстрашный воин. Ну и что ж, биография. Начнем, пожалуй, с третьего фильма. Трансформер 3. Темная сторона Лунея. Лэдфуд прибыл на землю в составе от ряда трех рэкеров. Его задача на планете заключалась в создании нового оружия для людей и трансформеров. Лэдфуд редко покидал базу NES, как его друзья, из-за плохих отношений рэкеров с людьми. После пробуждения Сентлены Прайма, десптиконы потребовали, чтобы автоботы покинули землю, и в их числе был Лэдфуд. Однако, после инсценировки и собственной гибели, автоботы возвратились на планету, и рэкеры принимали участие в выличных боях в Чикаго против десптиконов. Лэдфуд, Раудбастер и Топсин помогают Оптимус соединиться со своим трейлером, чтобы тот смог сразиться с Шокваем и его дриллером. Позже рэкеры прикрывают Прайма во время финального сражения с Сентленом Праймом и Мегатроном. Ну и также биография из фильма Трансформеры 5. Последний рыцарь. Лэдфуд был уничтожен отрядом Могильный Ветер во время одной из опиратов. Дальнейшая его судьба неизвестна, но вероятно он был расплавлен. Запись гибели воина сохранилась на дроне, захваченном Кейдом Егером, и была продемонстрирована автоботом. Очень жалко, что его убрали, а так он правда прикольный автобот. По итогу у нас получается. Топспин жив, Лэдфуда уничтожили, а насчет Раудбастера, если честно, неизвестно. Его возможно уничтожили, возможно в комиксах уничтожили, а возможно остался жив. Хм, это правда интересно. Ладненько, его голос озвучивал Джон Демагио. Ну и можем теперь рассмотреть этого пузатика в виде фигурок. И могу добавить, он был эксклюзивен для магазина Таргет. Ну вот, три рэкера раскрыты. Остался еще один, которого зовут Уилджик. У него да, будет очень много информации, но пожалуй по порядку и приступим. Первое поколение. Технические характеристики. Уилджик способен совершать полет на расстоянии до 800 миль со скоростью 320 миль в час при помощи вмонтированных в руки ракет на твердом топливе. Установленная на плече пушка стреляет самыми разнообразными снарядами. Магнитными, временно обездвиживающими цель, шапнельно-игольчатыми, гиротормозящими. Автобот постоянно совершенствует свои боеприпасы. На Кибертроне Уилджик трансформировался в автомобиль на воздушной подушке, не слишком быстрый, но вместительный. Он также мог закрыть свою кабину дополнительным слоем брони во избежание повреждений в боевых условиях. В передней части автомобиля могла выдвигаться пара небольших вентиляторов, способных сбить с ног врагов, оказавших на пути автоботов, а также гасить пожары. Личность и черты характера. Уилджик постоянно пытается усовершенствовать автоботов, особенно их вооружение. Благодаря склонности к созданию новых немыслимых механизмов, получил прозвище «сумасшедшие ученые». Порой он сам толком не представляет, во что выльется его очередной замысел, и нередко становится первой жертвой собственного изобретения. Тем не менее, эффективность придуманных уилджиком устройств обеспечивает ему заслуженное уважение как друзей, так и врагов. Он также является самым искусным водителем среди автоботов и способен выделывать такие трюки, о которых голливудские каскадеры и мечтать не смеют. Любит покрасоваться, если возникает подходящая возможность. Ну и что ж, биография и погнали. Гонщик, иначе Уилджик и Шершень, иначе Бамблби участвовали в сборе источников энергии, необходимых для запуска ковчега. Позже он находился на корабле во время атаки десептиконов и вместе с остальными автоботами и десептиконами рухнул на землю. Через 4 миллиона лет гонщик был реактивирован и участвовал в отражении нападения десептиконов на нефтяную платформу и тушении пожара, устроенного там врагом. Чуть позже автобот сражался с десептиконами на шармановской дамбе. Позже он принимал участие в сражении с десептиконами у космического крейсера. Уилджик принимал участие в штурме, захваченной десептиконами, лаборатория Алькозавра, а затем на базе Тешел Чипа, после чего они вместе создали устройство для перехвата управления десептиконами и испытали его на Скайуарпе, что спасло базу от вражеской атаки. Когда Оптимус Прайм пострадал из-за взрыва компьютера на заводе, гонщик обещал починить его, что позже и сделал. Увидев кости динозавров, гонщик захотел узнать о них больше, а позже загорелся идеей построить роботов-динозавров, в чем его поддержал Шараповик. И Оптимус согласится, что подобные силы могут быть полезными. Хм, видимо диноботы появились благодаря Уилджику. Если это так, то я такое не знал. Очень даже интересная информация. Он участвовал в их постройке и демонстрации, но когда диноботы вышли из-под контроля, остановил Прайма, собравшегося их уничтожить, и использовал свой магнитный индуктор для отключения новых роботов. Уилджика расстроил приказ больше никогда не активировать диноботов, поэтому он занялся разработкой усилителей соображения, сделавших их умнее и послушнее. Уилджик вошел в состав отряда, наблюдавшего за падением странного метеорита. Пока остальные автоботы занимались конструированием диноботов, он исследовал образец и установил, что метеорит крайне взрывоопасен. Уилджик, Оптимус, Прайм, Джаз и Мерцатель приехали в Индию, чтобы спасти дворец Мхараджи от Десептикуна. В 2005 году Уилджик вместе с другими автоботами участвовал в обороне города автоботов от нападения Десептикунов. Когда нападение было отбито, его тело без признаков жизни виделись среди других убитых и раненых автоботов. Теперь мы можем узнать Уилджика из Мультирайла Трансформеры Прайм. Там, конечно, имеется еще больше информации, но, пожалуй, мы узнаем самое важное. Ну и приступим мы с технических характеристик. Альтернативная форма, гоночный автомобиль, Лансиа Стратус, белого цвета с красными и зелеными полосками. Оружие, две лазерные пушки, встроенные в руки, две катаны и пара гранат. Во время боя закрывают лицо маской. Особые возможности имеет собственный небольшой звездолет, который называется Джек Хэннер. На Кибертроне Уилджик трансформировался в автомобиль, напоминающий земной, но при этом оборудованный реактивным двигателем, позволяющий развивать большую скорость. На земле автобот просканировал модифицированную станцию Нью Стратус Концепт 2011 года и, соответственно, изменил свою альтернативную форму. Официальный рейтинг боевых качеств Уилджика. Храбрости боевого мастерства, 9 сил, огневая мощь, 8 выносили 7 интеллекта и скорость, 6. Личность и черты характера. Уилджик искусственный воин, которого боятся десептиконы и опытный звездоплаватель. Он обладает хорошим чувством юмора, даже, пожалуй, слишком хорошим. Во всяком случае, Рэтчета очень раздражает манера автобота, постоянно придумывая для него всякие прозвища. Большой задиро предпочитает думать кулаками, а не головой. Не поседлив, не любит нигде подолгу задерживаться. Однако ему не хватает дисциплины и умения работать в команде. С трудом признал авторитет Оптимуса Прайма. И что ж, время биографии. Приготовьтесь, а я, пожалуй, начну. Уилджик служил в боевом подразделении автоботов под названием Разрушителей. И был лучшим другом Балкода. В своем странстве Уилджик наконец добрался и до Земли. Еще в космосе он связался с базой автоботов. Разговор был перехвачен с Таундвейбом. А сам Уилджик был взят в плен. Его облик принял шпион десептиконов, который вместо него отправился к автоботам, чтобы устроить диверсию на их базе. К счастью, шпиону удалось быстро разоблачить. А настоящий Уилджик вскоре самостоятельно освободился и нанес немалый урон кораблю десептиконов. Однажды Уилджик угодил в ловушку, подстроенную нокаутом, и был запер десептиконским медиком в транспортном режиме. Потеряв способность трансформироваться, двигаться и говорить. Однако на этом его приключения не закончились. Когда началась гонка за артефактами и оконой, Уилджик вместе с Трэчном отправился на поиски ценного артефакта, создавшего мощные звуковые волны, способные при правильном использовании уничтожить кибертронцы. Вместе с ультрамагнусом Уилджик отправился на место развалин старой базы, где нашли небольшое количество энергон, а также кусок железа шарообразной формы, а тот самый, которым разрушители любили играть. Прибыв на нынешнюю базу, Уилджик кинул мяч Болкхеду в надежде на то, что тот поймает его, однако он отскочил от корпуса автобота и вредился в дверь. Запросив телепорт, Уилджик вернулся на базу. Арси сразу же спросила, где остальные автоботы, на что разрушитель ответил, что они добираются сюда на корабле ультрамагнуса. Когда в одном из американских штатов были обнаружены десиптиконы, Уилджик вместе с ней отправился туда. Быстро расправившись с их иконами, автоботы пошли внутрь пещеры, где находился окаменелый хребет предокона. По возвращению на базу Уилджик модифицировал корабль ультрамагнуса. Когда Бамблби обнаружил в поясе астероидов корабль с древними артефактами, он связал с Уилджиком, чтобы тот предоставил транспорт и, если понадобится, оказал помощь. Автобот, надеявшийся получить новое мощное оружие, согласился, хоть и не ожидал обнаружить настолько древний корабль, при сканировании которого было зафиксировано несколько источников энергии. На корабле автоботы наткнулись на целый склад разнообразного оружия, а также на Мегатрона и Предокинга. Благодаря отвлекающему маневру, подоспевшего на помощь Оптимуса, оба автобота смогли спастись, прихватив часть оружия. Автоботы приготовились к штурму Немезиды, взяв с собой все оружие, которое у них было. Они телепортировались на верхнюю палубу корабля. После этого они разделились на несколько отрядов. Задачей Уилджика, Белкхеда и Ультрамагнуса был захват командового мостика Немезиды. Однако по прибытии туда они столкнулись с Саундвейвом, который с помощью космического моста отправил их в комнату, где находилось множество вихих икон. После окончательного поражения 10 иконов, команда Прайм использовала и конструированный Омега-замок, и восстановила Кибертрон. Попрощавшись со своими человеческими союзниками, автоботы полным составом вернулись на родную планету. Уилджик присутствовал на церемонии посвящения Бамблби воины. Чуть позже он отправился вместе с Оптимусом Праймом на корабле Ультрамагнуса в космос, чтобы вернуть Великую Искру на Кибертрон, дабы тот смог снова создавать новые жизни. Как оказалось, она находилась в звезде Тета-Скорпиона, одной из самых опасных во всей галактике. Ввиду того, что там регулярно происходили взрывы и гамма-всплески, Оптимус сам отправился за Искрой, а Уилджика оставил на корабле. Несчастью, во время отлета случилась заминка. Один из астероидов столкнулся с кораблем и повредил систему связи. Тем не менее, даже с этой поломкой им удалось выяснить, что Юникрон захватил тело Мегатрона и прибыл на Кибертрон, чтобы уничтожить Праймус, являющегося ядром планеты. Когда дух Юникрона был захвачен в ковчег, в местилище для Великой Искры, а сама она была выпущена в Матрицу Лидерства, Оптимусу пришлось пожертвовать собой во имя всего Кибертронского вида. Ульджик вместе с остальными автоботами наблюдал, как Прайм влетел в колодец Искр, откуда вскоре стали появляться все новые и новые Искры, порождающие новые жизни. Как и другие автоботы, поддерживающие идеи Оптимуса Прайма, Ульджик был обвинен новым Высшим Советом в разрушениях и несчастьях, с которыми столкнулись Кибертронцы во время войны. Ох, сколечко всего-то имеется. Конечно, да, я много пропустил, но вкратце, я думаю, мы имеем представление, какой же у нас Ульджик. Ну и время поговорить нам о Ульджике или Кью из фильма Трансфоммер 3 «Темная сторона Луны». Но сначала личность и черты характера. Ульджика редко можно увидеть на поле боя, обычно он занимает разработками на базе Нест и следит за прогрессом операций оттуда. Впрочем, миролюбие не мешает ему разрабатывать мощные или даже чудовищные с моральной точки зрения оружие. И немного биографии. Кью работал в центре автоботов, создавая для команды новое вооружение. Так, например, он сделал новую пушку для Аренхайда. После предательства Сентелла Прайма вместе с другими автоботами он на шаттле покинул Землю, а затем вернулся. В боях в Чикаго был взят в плен Саундвейба, а затем с подачи Дилана Голда убит Беррикейдом. Также добавлю, Уильджик был в фильме «Баблби» 2018 года, где отстреливался от децептиконов со своими товарищами и по итогу покинули Кибертрон. И если вспомнить финальную сценку фильма, то на Землю летели автоботы. И, скорее всего, Уильджик был один из них. Нашего рэкера озвучивали Трансформеры Джиуан Крис Латта, Трансформеры Армада Майкл Дайгерфилд, Трансформеры Прайм Джеймс Хоран, фильм Трансформеры Три Тёмная Сторона Луны, Джордж Кои и фильм Бамблби Стив Блум. Ну и, наконец, фигурки. Ну и вот, подходит наше информационное видео к концу. Сегодня мы узнали всю правду от четырех рэкеров. Кто же вам больше всего понравился, можете написать в комментариях. А я, пожалуй, буду заканчивать. Спасибо за просмотр, не забудьте подписаться на канал, расскажите своим друзьям, нажмите обязательно на колокольчик, чтобы мне пропустить свежие видео, а также на лайк, чтобы поддержать меня. Увидимся в новых видео и также в рубрике «Вся правда от Трансформеров», где мы раскрываем правду Трансформеров. Всем спасибо, всем удачи и всем пока!